Всем привет, вы на канале Трулифтинг и сегодня у нас выпуск с канала Трулифтинг ПРО. Трулифтинг ПРО это канал для про спортсменов, где они находятся, общаются, а я оттуда записываю для вас это видео и выкладываю сюда на YouTube, чтобы вы смогли посмотреть обсуждение спортсменов. А сегодня у нас будет тема капельницы. Капельницы в спорте, в пауэллифтинге и не только капельницы. Перед тем, как мы начнем смотреть это видео, подписывайтесь на наш телеграм-канал, основной телеграм-канал, телеграм-чат. Все ссылки будут в описании. Приятного просмотра. У меня, знаете, какой вопрос ко всем спортсменам, да, подскажите, пожалуйста, какие вы ставите капельницы, как часто, какой интенсивностью, ну, короче, вы поняли меня. Вопрос по капельнице, то, как часто, в каком количестве такие препараты, такие коктейли, за сколько до соревнований или во время подготовки, после подготовки, перед взвешиванием, до взвешивания, после взвешивания. В общем, мне интересна вся информация. По поводу капельниц, ну, на самом деле, очень редко их использую, хотя понимаю, что нужно использовать их почаще, ну, когда использую, чаще всего это перед соревнованиями или во время подготовки, по ощущениям, когда чувствую, что приплывать начинаю. А так, сиварель, аминоплазмаль, FDP, неотон, церебролизин, ну, там, керацетам, никотин, миодранат, витамины. Кстати, по поводу капельницы никогда не ставил, но думаю, вот сейчас они мне бы очень хорошо пригодились бы и восстановить бы меня. Капельницы делаю регулярно и два раза в неделю минимум. Сейчас буду делать еще чаще. Ноотропы, аминокислоты, витамины. Так в двух словах не расскажешь. Перед тяжелыми тренировками обязательно ноотропы. и препараты таких, как мелдранат, рибоксин, пентресифилин. У меня основная проблема это гипоксия, поэтому перед тяжелыми тренировками ноотропы с сердечными препаратами обязательно. Сейчас подскажу по поводу капельницы, я из любимых темы. Костя Константиновича учил. Значит, основная для восстановления, это с аминокислотами, аминовен, вот, туда же октовигин, туда же амиксидол, туда же можно имелдранат по ампуле. Это первая капельница. Вторая, это реамберин, тоже можно амиксидол, тоже актовигин, вот, и 200 миллиграмм цитофлавина. Вот, еще одна капельница, значит, 200 панангина, туда амиксидол, амидранат и цитофлавин. Для печени гипсиарал 200 миллиграмм. Решил немножко поподробнее тему расскажется насчет капельницы. В общем, в субботу у меня были цитофлавин, цитофлавин, и токсифилин, пироцидам, актеригин, ирибоксин, нилдранат. Вот, это все, что у меня в моей аптечке осталось. На неделе будут добавляться для восстановления каминовен с инсулином и глюкозой. И пару раз в неделю у меня идет гриамберин. Так что, такие препараты, такие препараты, как церебролизин нейрохирургами не прописаны по жизни. Поэтому одеваться некуда. Так и так приходится их делать. На самом деле, все зависит от восстановления, как себя чувствуешь. Я ставлю три, например, в неделю, в период подготовки. Независимо ни от чего. Просто два гриамберина, естественно, коктейли. И одну аминовену. Тоже коктейль. Вот. И нормально. Если чувствую, что не восстанавливаюсь, как бы, да, то добавляю еще капельницу одну с аминовеном. То есть получается, тогда там, ну, четыре капельницы в неделю. В основном, после тяжелых тренировок. Если чувствуешь, что не восстановился. Не всегда это все есть в аптеке. Такие препараты, как аминовен. И еще что-нибудь есть. Поэтому приходится заказывать, ждать. так что все, как говорится, по мере доступности то и делается. Поэтому капельница дело серьезное. Подходить нужно на это все после консультации со специалистом. Есть у ребят аллергии, есть у ребят какие-то противопоказания. Мне повезло. У меня аллергии нет ни на что. Поэтому смело делаю и, в принципе, не парюсь. Так что, ребят, по капельницам пока так. Андрюха красава. Тему поднял прямо такую же утрепещущую. Я, по крайней мере, до этого про капельницы знал, что из них можно только рыбок и чертиков делать. И парни прям пояснили, открыли, как говорится, глаза. А можно еще чуть-чуть масштабировать. Ну, как мы знаем, наверное, восстановление это фундамент вообще результата. Помимо аптеки, что еще можно использовать для восстановления? Всем приветствую, мужики. Особенно приятно видеть Станислава, терминатора, Милоснова вместе с нами. Дядя Станислав, очень будем внимательно слушать твои рекомендации. А по поводу капельниц, лично у меня, для меня самым главным является нейропротектор, цитофлавин. То есть он кардинально на фоне высоких нагрузок меняет психологическое состояние. И плюс Фавел Артемий меня еще научил смешивать его дополнительно с мексидолом. Еще лучше мозг себя чувствует на фоне этого. Плюс по поводу 20-30 кубов это из обязательного. Далее туда добавить можно еще витамин С. То есть можно экспериментировать по-разному. Очень тяжело обозначить рецепт капельницы. Но как бы для спортсмена пропагандирующий Павел Климова раньше начали делать и раньше всех. Ему большое спасибо. Такой вопрос. Могу ли я лично написать пару ребят из вас, чтобы вы мне дали всю раскладку по капельницам? И еще вопрос не знаю уместный здесь неуместный могут ли просто люди со стороны вам написать и взять консультацию на плату на бесплатной основе то этим занимается ответьте пожалуйста. Поддерживаю Андрюк тоже интересная тема как-то попробовать как улучшить свое восстановление асерона когда идут поставим все медленнее. Капельницы штука крутая в основном они в ходу спортсменов тяжелых весовых категорий если брать пауэрлифсинг. легковесы используют реже но при грамотном индивидуальном подборе составляющих дают очень крутой так называемый профит в подготовке и в результате. я в своей подготовке капельницы не использую но на этапе восстановления после операции на левом полушарии когда учился управлять правой стороной заново нога-рука капельницы в составе которых был нейромедин хорошо помогли мне ускорить этот процесс. Нейромедин я кстати на подвозке к соревам использовал для улучшения нейромышечной связи но в таблетированной форме чаще. У меня такой же вопрос смотрите парень захотел перейти на черную сторону что вы ему посоветуете какой дадите совет возможно были у вас ошибки в общем что вы посоветуете от своего личного жизненного опыта как ему поступить относиться крачево относиться к специалисту либо просто на все хер забить найти в интернете какую-нибудь схему старую и по ней работать какое ваше мнение и стоит ли вообще переходить на черную сторону и еще один вопросик как вы сами решили перейти на черную сторону что вас подвигло вам бы советовал либо сами захотели маленькую историю поделитесь пожалуйста почему зачем и какой был первый курс что еще интересно раз я затеял эту тему значит я первый поделюсь курс я первый начал в 2016 году скорее всего в декабре причина почему потому что целый год не было у меня прогресса и мне уже многие кто говорил что пора переходить потому что результат без фармакологии и так был высокий достаточно высокий и была причина мы как раз рома и ермашвили тогда еще летали в прагу а в тот день я тоже не смог пожать улучшить свой результат лучше у меня было 235 237 я так и не пожал за счет мне пошло 232,5 ну потому что 35 не поезжал какой смысл повторять тот же самый вес 237 я не пожал потом были соревнования тоже 237 не пожал и тогда уже я решил перейти на черную сторону посоветоваться с врачами меня составили курс первый курс у меня был аксандралон и пропянут и делился он что-то 2 или 3 месяца вот а кстати когда были в праге я выступал в любителях утром в 12 часов а потом еще в 6 вечера выступал в профессионалах и пожал что в любителях 232 237 не зашло что вечером в профессионалах как то так вот такая моя история перехода на черную сторону забрал свой инструмент из коморки кстати гриф того самого Михаила Котляева который он мне подарил в том же 16 году в 2016 ну и значит начинал я с Айнантата в принципе больше ничего такого и не мутил получается что 16, 17, 18, 19 и 20 год включительно я делал всегда получается 80 недельные курсы вот не более к основному старту а всю основную часть времени работал только с получается ну на сухую вот и так продолжалось получается до 20 года до конца 20 года вот после чего я решил подзавязать с этим делом вот уже может с 5 года только сейчас вот думаю 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 надо что-то предпринять тем более все дела уже основные сделаны заделаны вот и поэтому да а потому что потому что-то мне ну не нравилось какие-то были ухудшения по здоровью я решил с этим делом прекратить вот и тем более я ушел в новую для себя категорию так сказать в старую 82 вот стало не дышаться легче кровь у меня перестала оттечь на тренировках износа всякие давления недавления ушли то есть стало лучше даже в принципе если брать 22 год гран-при получается самая лучшая тяга моя была сделана там и на чистом воздухе но опять же получается даже вот эти поднятые 385 в Беларуси то есть да понятно что они были подняты без какой-либо поддержки я имею в фарма да то есть но опять же выстроен был режим опять же это пройденный этап это все уже поднималось вот не знаю то есть как бы ну мне был интерес выжить да то есть как бы поднять то что я поднимал с применением то есть поднять и без вот я как бы попробовал но скажу так после этого мероприятия я что-то маленько начал сыпаться то у меня приводящий опять то что-нибудь еще короче то тут раз и еще грудную поднадорвал короче ну сухожилия вот поэтому сейчас вот подлечился потихонечку разгоняюсь кстати кое-что еще я вспомнил когда мы в Праге взвесились вот сидели с Ромой и Машвили ели пиццу и тогда я ему рассказывал какие мне цели я говорю что я буду лучшим что надо мне Кирилл Саровича обойти короче буду самым лучшим жемовиком наверное Роман да сидел наверное под себя вот так вот типа что он парнишка несет жмет 230 дай бог а планы такие чтобы быть лучшим вот короче было да весело Романовича ну-ка поделись поделись что ты в тот момент подумал сказал что нам парень наивный да не мои все дела Андрюха нет я бы не сказал что я так подумал потому что когда я только-только ворвался тоже в пауэрлифтинг в жемлёжа тоже никто не верил что я там стану каким-то лучшим когда я пожал там 190 все говорили все конец больше он не пожмет пожал 200 не все он больше какой 200 никогда пожал 220 блин ну это все это уже передел карьеры ну я прогрессировал прогрессировал всем назло вот поэтому я так не думал тем более ты тогда пришел с IPF у тебя были такие результаты ты говорил что ты ничего не принимал я дошел до больших результатов до 170 килограмм тоже без ничего скажем так поэтому я не сомневался что что-то будет хорошо что ты спрогрессировал не так быстро как тебе хотелось дал по выступать нам со Стасом еще конкурента не видел потому что насколько я помню тогда у тебя результат был 230 может там больше 82 категории а я был тогда в 75 как и сейчас я жал уже тогда на 230 у меня уже было поэтому конкуренции я пока у тебя не видел конкуренция была у меня со Стасом Милостным Лазлом Мизарышем Кирилл Сарычев уже вроде бы перестал выступать ну и ребята Кахута тоже Вадим ты знаешь тогда на соревнования когда приезжаешь если ты не подготовился и чуть-чуть где-то дал слабину ты сразу вылетаешь уровень был пушка конечно соревнования каждым соревнованием золотой эры скажем так жимовиков там готовились на максимум хорошее время было надеюсь это все возродится Ром привет Ром кстати самые добрые воспоминания вообще о соревнованиях это вот эти вот соперничества на помосте столько адреналина столько мотивации я думаю что те результаты которые были это именно именно из-за этого именно из-за конкуренции из-за такого сильного состава соперников действительно надо было выкладываться не на 100 а наверное 200% раньше были времена а теперь мгновения раньше были продлоги а теперь любители это так на самом деле скоро я там чувствую что соберется прям конкретно жесткий состав продивизиона где будет 10 человек в тяге 10 человек в троллейборье 10 человек в жиме лежа рубиться конкретно прям идти ногу в ногу я прям чувствую что скоро будет такая борьба потому что старые жимыки и паролифтеры возвращаются новички растут набираются сил поэтому ждем ждем надеемся и ждем мы ждем да, Андрюх мы ждем турнир Икс когда он состоится что это будет когда это будет неизвестно я думаю все поднажмут и будут потихонечку разгоняться готовиться что-то будет бомбовое Андрюх а почему темная страна как по мне так светлая очень даже и причина я думаю всех наверное близка будет просто все так стилле своего генетического максимума и поэтому пришлось находить другие решения для прогресса как-то так Стас ну это в простонародье так говорят темная страна я поэтому так и скажу кстати у Андрюхи была еще одна тема там по поводу подопечного я думаю надо Андрюху выжать из него сначала максимум что он может то есть любыми путями любыми способами выйти на его пределы а дальше уже и думать и начинать с чего-то менее так сказать менее 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 такого грязного хотя кто его знает что что чище это не мой подопечный это я вообще говорю что человек занимается да пароль лифтингом вот и хочет допустим перейти да вот и у меня был такой вопрос что все мы проатлеты да можем посоветовать ему допустим да бросай все переходи либо либо нет не надо переходить либо допустим переходи но с грамотным подходом либо допустим как Вов ты говоришь да там сначала выжми себя все по максимуму а потом переходи уже вот только вот так я именно для того чтобы поднять тему вот эту чтобы люди послушав нас сделали свой правильный выбор согласен полностью тут не надо торопиться тут надо подойти с головой по крайней мере если не со своей то сейчас с головой тренера который будет следить за этим человеком вот который выставит ему планы подготовки там все остальное режим не режим потому что многие просто ищут какую-то волшебную таблетку и все и все будет заебись вот такого никогда не бывает то есть в первую очередь мы все я думаю применим принимаем применяем что-то именно в большей степени для восстановления и там каких-то космических дозировок там речь не идет то есть в первую очередь восстановление соответственно восстанавливаешься ты лучше и башешь еще лучше и все до этого грубо говоря работал там на такой скорости тут сразу в пятую врубаешь и все потому что что-то тебе помогает и нехуй лишнего так сказать отдыхать кстати да интересно тоже других послушать когда кто как начал вот какие были прибавки в результатах вот у меня это получилось в шестнадцатом году это был июнь месяц я потянул последний раз когда я был 82 категории 335 килограмм турнир был какой-то в Тюмени не помню название вот и поговорив с Микой и мы решили сделать шаг в эту сторону и в августе в той же Тюмени я потянул там 350 килограмм потом получается в этом же году был чемпионат мира там я выступал крайний раз полюбителем и потянул получается тоже ну уже получается в 90 категории 360 килограмм и перед счетом попал в продивизион таким образом я перешел в продивизион самый наверное мой вспоминающийся чемпионат потому что тогда был Дэн Гриин Костя Константинов светлая память награждали получается абсолютку вот первый раз я тогда встал на пьедестал с Юрием Белкиным вот так вот вот и тем самым перешел уже в продивизион таким образом вот очень круто очень круто как сейчас помню все это мне кажется это был самый такой зрелищный когда был живой звук что-то я вообще прям не на шутку запиздался короче все я пошел тянуть ну по поводу применять или не применять меня часто спрашивают об этом многие люди в инстаграме и те кто рядом со мной находятся я обычно спрашиваю для чего тебе это нужно для чего что ты хочешь достичь с помощью этого потому что то ли дело когда ты человек соревнующийся достигший каких-то пределов желающий перешагнуть эти пределы либо человек выполняющий колоссальную нагрузку которому нужно восстанавливаться и наоборот с помощью этого больше сохранить свое здоровье нежели просто получить какие-то кратковременные быстрые результаты непонятно для чего зачем просто я на самом деле очень много наблюдал людей непрофессиональных спортсменов которые начинали употреблять препараты определенные ну и грубо говоря у них менялась походка как-то поведенчески они себя начинали по-другому вести проявляли агрессию там в зале или в принципе в жизни и оправдывали это тем что употребляют те или иные препараты которые якобы влияют на эмоциональное состояние как по мне так это отсутствие эмоционального интеллекта и просто обычное оправдание ну и как бы это сигнализирует о том что человек с помощью употребления этих препаратов решает какие-то свои психологические проблемы пребывает в иллюзии о том что он увереннее себя ощущает потому что он там массы набрал силы прибавилось и так далее а так думаю если употребление тех или иных препаратов так сильно влияет на человека что-то страдает его близкие семья в первую очередь друзья коллеги по работе то не стоит с этим сталкиваться бывало даже видел таких пацанов которые там употребляют и потом не знаю там женам изменять начинает и уходят из семьи под действием тренбаллона и там не знаю превращается в какого-то альфа-санцамблен которым не было никогда вот как-то так ну а что касается профессионального спорта то я только за за рациональное применение фармакологии для того чтобы преодолевать тяжелые нагрузки восстанавливаться и как бы в принципе в целом чувствовать себя хорошо поэтому как бы темная сторона за темными рыцарями в общем вот такое у меня мнение по поводу применять кому-то или не применять потому что я на самом деле смотрю на это в разрезе не только набрать вес подсушиться сильнее стать и так далее потому что как бы ну я считаю действительно что влияет это на психоэмоциональное состояние человека и как бы вот такая у меня точка зрения в таком разрезе я на это все смотрю ну и как бы на протяжении всей жизни очень много в принципе люблю наблюдать за людьми и как они себя ведут как меняются там из моего близкого окружения в общем вот как-то так а что касается меня ну я как обычно по мнению всех окружающих конченый химик сплю короче в ванне с анантатом голову мою там три баллона и так далее начинал тоже там с тестостерона долгое время употреблял то что быстро выходит по определенным причинам сейчас вот в последнее время более-менее как бы там расширил возможности употребления препаратов всяких разных и как бы вот посмотрим что из этого выйдет вот как-то так ну я поздно начал тоже там не в молодом возрасте так сказать употреблять парни я думаю что применение это сугубо удел про-атлетов а изменить генетику применением повысить свой результат так это не работает так не получится даже не изменить генетику а ее отсутствие заменить ее отсутствие препаратами не получится это не все помогающая таблетка для достижения результата если отвечать конкретно на поставленный Андреем вопрос то конечно же ответ нет то есть не надо применять потому что это все равно что без анамнеза назначать лечение например, врача. То есть, не зная человека, не зная, ну, ничего не вам, как бы, что-то ему советовать, это неэтично, я считаю. Скажу больше, что даже своим спортсменам я, точнее, только единожды советовал сесть на курс. Это было исключительно для того, чтобы человек остановился просто тяжелейшим травмой. Взрослый человек, элита в любителях, получил травму, и чтобы побыстрее остановиться, ему было принято совместное решение сесть на карминальный курс. Привет, ребята! Какую вы тему затронули. Вечная тема добра и зла. Да все эти разговоры, если честно, я против или я за это все вилами по воде. Люди, они склонны все делать то, что им запрещают. Поэтому, если у человека есть голова на плечах, если он способен обучаться, если он будет читать, интересоваться, образовываться в том направлении, к которому он приболел, значит, он будет иметь в этом успех, в принципе. А если он будет просто жить по принципу и делать, все побежали, и я побежал есть таблетку и колоть в себя шприц с маслом, и не зная, даже не выговаривая название, то это приведет, конечно, к печальным последствиям. Лично я начал применять препараты, анаболические стероиды с 2001 года, как переехал в Санкт-Петербург. Я тренировался в зале «Вивка», и там ребята мне очень быстро показали, рассказали, объяснили и вообще, в принципе, познакомили, что тяжелая атлетика, пауэрлифтинг и даже гиревой спорт без этого никуда. Если ты хочешь состязаться, соревноваться, восстанавливаться, идти к новым весам, идти бороться, то это имеет место быть. В принципе, я с того времени начал много читать, начал очень много эту тему для себя изучать. Ну и по сей день не останавливаюсь. Полностью согласен с Пашей по поводу тяги к запретному. Человек всегда будет к этому стремиться, всегда будет пытаться испытать это на себе. Как бы, ну, дураков везде хватает, поэтому кто-то от этого что-то приобретет, кто-то потеряет. У нас в Казахстане вообще очень легко с этим у нас. Каждый второй продает фарму, в Инстаграме она спокойно рекланируется, производится. То есть, бери, покупай, не хочу, кто угодно может купить. Где угодно, в любом городе, по доступным ценам. То есть, вообще с этим проблем нет. После работы чердак забитый, двух слов связать не могу, накаляет. Но ставлю свои пять копеек, не сторонник применения фармакологии вне соревновательного, вне профессионального спорта, либо при отсутствии каких-то медицинских показаний, таких как ГЗТ, например, набирает обороты эта тема. Для МС и КМС считаю нецелесообразным. Стас правильно заметил, а под генетики это не работает. Хочешь поднимать 400+, будь добр, без восстановителей поднимать плюс-минус 370+. Примерно так. Тяжам, конечно, здесь посложнее, потому что требуется гораздо больше ресурса для восстановления, но легковесом можно двигаться на более высоком уровне без применения фармы. Сам я с 2020 года отошел. Это использование классической фармы, либо сармов, но тут скорее психологический момент. Первый курс у меня выпал на 2015 год, когда я захотел существенно прибавить колл-тайм-рекорду становитяги в 75-й категории, выглядел он так. 20 мг турика в день и 50 мг пробика в неделю. Первые 8 недель у меня, ну, все 8 недель у меня присутствовал турик, и последние 5 недель я добавил к нему проб как раз в этом виде. 2016-2017 год ключевым стартом я также подводился на похожей схеме, но более осмысленной. Вместо пробика у меня присутствовал акватест, там 2 раза в неделю, и вместо турика чередовалась Оксана. Затем до 2020 года я ключевым стартом готовился исключительно на сармах без классической фармы, затем вовсе ушел на год из железного спорта, и затем вернулся без восстановителей. И дальше планирую двигаться пока так. Разработка первого курса у меня была самостоятельная. Забил в интернете как бы стать супермощным, но при этом много не набрать мяса, чтобы не вывалиться из категории. И как раз основываясь на этом, я так из выборки вычленил себе, что на меня больше смотрело, что попалось под руку. Вот так. И еще посоветовавшись с товарищем старшим по залу, который не был спецом, просто химичил. Он сказал, да, неплохая схема. Хорошо, что он сказал, что правильно, минималки меня и так разорвут, и как бы я в это сам верил, и это действительно было так. Поэтому я не стал там что-то серьезнее добавлять. Ну и не очень хотелось, конечно, и так был трепет перед использованием. С 2016 года я вывалился в 82-ю категорию, и там с Илюхой Недилькой мы уже в тандеме стали заниматься. Тоже не жестить по восстановителям и готовиться только к ключевым стартам в конце года на них. И также он помогал мне не пороть горячку на тренировках, как бы оптимизируя тренировочный план, чтобы, так сказать, дисциплинировать меня и максимально пиковать в необходимую дату. И как бы вопросы фармакологии тоже вел меня он в остальном периоде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова